К теме, которая чрезвычайно важна, особенно для людей пожилого возраста. Поэтому сегодня мы поговорим о сахарном диабете и его профилактике, зная о том, что оказывается сахарный диабет напрямую касается заболевания Альцгеймера, болезни, которая на сегодняшний день не лечится, пока от нее нет никаких препаратов. Поэтому чрезвычайно важны профилактические меры. И на сегодняшний день мы очень рады, что в нашей сети есть такая организация, как ДЭАК. И сегодня главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Добрынина Наталья Петровна, она прочитает нам лекцию, сделает презентацию о профилактике сахарного диабета. Несмотря на то, что у нас уже продолжающиеся программы есть по диабету, тем не менее диабет растет в том числе и в нашей стране, в том числе и среди детей. И вот что нужно делать для этого? Мы неустанно будем говорить еще и еще раз. Пожалуйста, Наталья Петровна, вам слово. А вы, пожалуйста, можете в чате вопросы писать, можете поднять руку, можете затем, когда закончится уже презентация, можете включить микрофон и задать свой вопрос. Итак, поехали. Ну, уважаемые друзья, здравствуйте. Со многими, наверное, уже знакома, по крайней мере, многих видела лично, да. Но вот такие онлайн-презентации для нас уже тоже не впервые проводятся, да. Я думаю, вы тоже к ним уже к формату уже привыкаете, так что будем работать более тесно. На все вопросы постараюсь ответить в течение этого часа, да. Ну, и сегодня моя задача не рассказать вам про диабет вообще, мы сделаем только небольшой упор, который касается непосредственно вас, да, на что обратить внимание, какие цели мы для пациента ставим, да, что можно делать, да, что нельзя делать. И больше как раз будем говорить про то, чтобы не заболеть сахарным диабетом, на что сделать упор. Ну, если мы говорим про сахарный диабет, здесь, конечно, табличка на английском языке, но вы можете посмотреть, да, что основная масса больных с сахарным диабетом второго типа во всем мире – это люди все-таки старше возрастной группы, да. И это количество будет неуклонно расти, потому что мир не молодеет, мир у нас, проложитель жизни у нас растет, и, конечно, осложнение от диабета у нас тоже очень большую роль будет свою играть. Ну, что такое сахарный диабет? Сахарный диабет – это не одно заболевание. Сахарный диабет – это много заболеваний, то есть это группа заболеваний, но они все объединены одним – это повышенный сахар крови. А вот этот повышенный сахар крови может быть из-за разных причин. Где-то не работает поджелудочная железа, где-то нет чувствительности к клеткам инсулина. Если вы посмотрите вот на эту картинку, да, вот этот инсулин, про который мы всегда неуклонно говорим, мы на всех наших встречах говорим, что у нас нехватка инсулина, да, там нехватка другого. Этот инсулин – это гормон, который помогает нашему сахару поступить внутрь клетки. Без этого вещества сахар у нас остается снаружи, клетка остается голодной. И вот эта голодная клетка, она, конечно, начинает разрушаться изнутри, и вследствие этого организм человека… Кто-то худеет, кто-то испытывает слабость, кто-то там появляется тошнота, у кого-то появляются боли, и раз других показателей, да. Вот инсулин очень важен. Вот без этого инсулина наш организм, как и без глюкозы, жить не может. И если мы говорим про диагноз сахарный диабет, конечно, если у нас есть вот этот повышенный сахар крови, то появляются осложнения диабета. И эти осложнения появляются, опять-таки, со стороны многих органов. Это в первую очередь поражение всех сосудов, как крупных, так и мелких. Причем у людей, опять-таки, старшей возрастной группы, да, это все-таки в первую очередь поражение крупных сосудов, так называемый атеросклероз. Появляется высокое давление, да, и вот это давление, атеросклероз, сахарный диабет, это приводит к тому, что наши пациенты, они слепнут. У наших пациентов появляется риск гангрены, то есть можно потерять ножки, да, у наших пациентов появляется почная недостаточность, у наших пациентов появляется склонность к инсультам, к инфарктам, да, то есть пациенты с сахарным диабетом в некоторых случаях погибают раньше, чем свои сверстники. И сейчас, конечно, на нашем рынке, ну, здоровье имеется в виду, да, пациенты с сахарным диабетом, они находятся только вот здесь, тех, которых мы нашли, а мы нашли их уже немало, благодаря вашей поддержке, да, с тем, что выявляемость за последние годы стала лучше, благодаря ассоциации диабетической, да, благодаря программам Минздрава, да, у нас даже за мою бытность эндокринолога количество пациентов с сахарным диабетом очень сильно выросло. И если когда-то мы там говорили 20-25 тысяч, то за последние годы у нас неуклонно как минимум 5-7 тысяч пациентов появляются с первые выявленным с сахарным диабетом, и в этом году их уже больше, чем 71 тысяча, и это в основном все пациенты со вторым типом диабета. С первым типом рост идет, среди детей рост идет, но все-таки не такое количество, как с вторым. А вот посмотрите вот сюда вниз, эту картинку любят пока с федороза боками, я тоже ее взяла, потому что мне она тоже очень понравилась, да, вот это количество, которое скрыто, это те люди, у которых еще диагноз не подтвержден, это те люди, у которых есть небольшое повышение сахара крови, которые находятся в грани от развития диабета, и которых мы как бы вот сейчас, работая с профилактикой, говоря о здоровом образе жизни, говоря о том, что они должны правильно питаться, говоря о том, что они должны заниматься физическими нагрузками, да, мы можем сделать так, чтобы часть из этого большого айсберга, который скрыт, не перешла вот в эту маленькую верхушку, чтобы у нас не было обратной картины, да, чтобы у нас все-таки пациенты, не рост диабет так сильно, но при этом мы его хорошо выявляли. Ну и, конечно, опять-таки, как я уже говорила, большинство диабетиков, у которых диагноз зарегистрирован уже, они погибают раньше, чем их сверстники, и это появляется в некоторых случаях, ну практически даже на момент постановки диагноза сахарный диабет. Кто-то живет с диабетом долго, это все будет зависеть от того, как пациент с диабетом к себе относится. Если он хорошо выполняет рекомендации врача, если он достигает целевых значений, не только по сахару, но и по другим показателям, по холестерину, по давлению, да, выполняет рекомендации по репитанию, по нагрузкам, правильно принимает лекарственные препараты, то они живут практически так же, как и их сверстники, да, особенно если это человек заболел в более молодом возрасте. Но если он за собой не следит, если он все пускает на самотек, он может погибнуть, ну в течение нескольких лет, и это будет гораздо раньше, чем его сверстник, который живет без сахарного диабета. Если мы возьмем по опять-таки классификацию диабета, вам сильно голову забивать не надо, но есть разные типы диабета, и они по своей сути отличаются друг от дружки. Есть так называемый диабет первого типа. Отличие этих диабетов я немножко скажу попозже. Есть диабет второго типа, которым страдает большинство наших пациентов, да, но есть и пациенты, у которых появляется диабет во время беременности. Это так называемый гестационный диабет. Плюс есть другие типы диабета, которые появляются реже гораздо, да, они практически не выявляются на нашей, как бы, действительности, да, и это вследствие того, что пациент принимает лекарства какие-то гормональные, пациент получает лечение от какой-то эндокринной патологии, да, это пациенты, у которых есть заболевания, там, со стороны поджелудочной железы, да, наследственные какие-то заболевания, да, но их все равно не так много. Основные типы диабета – это первый, да, который требует только инсулинотерапии, и, конечно, второй, да. Пациенты с гестационным сахарным диабетом после того, как девочки родили, да, у них этот диабет пройдет, но они находятся в группе риска в дальнейшем, чтобы они, как бы, знали о том, что у них может появиться диабет, они тоже должны будут правильно за собой следить, они тоже должны будут придерживаться здорового питания, да, они должны будут следить, чтобы сахар контролировали хотя бы один раз в год. Вот это основные типы диабета. Когда мы говорим про диабет, опять-таки, мы должны знать, как правильно поставить диагноз. Мы же не можем сказать, что диабет прямо у всех, да, поэтому мы должны знать основные методы, когда мы сахар проверяем. Это, конечно, определение сахара крови. Вы должны знать, что есть несколько анализов. Есть анализ натощак. Вот это анализ натощак, когда мы приходим строго голодными. И опять-таки, если вы будете говорить, что кому-то там надо сдать анализ натощак, надо предупредить, что этот человек накануне вечером не должен сильно поздно кушать. Потому что если мы пойдем в гости на той куда-нибудь и придем оттуда в час ночи, а в час ночи еще дома перекусим, то это будет анализ уже не натощак. Должно быть период голодания. И вот этот период голодания, он должен быть не меньше, чем 8 часов. То же самое, если, допустим, пациент ничего не ел, но пошел анализ сдавать в 2 часа дня на следующий день, это тоже не будет голодание. Это уже будет неправильный анализ. Так сдавать анализ нельзя. То есть должно быть не больше, чем 14 часов. То есть поужинал часов 7-8, после этого уже ничего не кушает, и рано утром идет, сдает анализ. Это будет сахар натощак. Бывает, когда мы проверяем сахар после еды. И вот после еды, это значит, человек покушал. Но кушать не так, как мы в течение часа можем за стола не вставать, а вот где-то в течение 15-20 минут максимум он пообедал или позавтракал, или поужинал. И вот после этого, от того момента, как он начал кушать, должно пройти 2 часа. Вот эти 2 часа, тогда мы поговорим, что это сахар после еды. И бывает случайно, когда мы не знаем, когда человек покушал, что он делал, и этот анализ проверяется в любое время дня или ночью. Вот это будет случайное определение. Кроме этого, мы делаем так называемый пероральный глюкозотолерантный тест. Об этом вам будут говорить врачи, если вдруг такой анализ потребуется. И для этого анализа пациент должен будет прийти, сдать сахар крови и выпить глюкозу. Не покушать просто так, а именно выпить глюкозу. И после того, как он выпьет глюкозу, количество глюкозы скажет врач, тогда через 2 часа мы также перепроверяем анализ. Но этот анализ не будет актуален, если мы, допустим, знаем, что у пациента уже есть сахарный диабет, потому что после глюкозы сахар очень сильно будет подскакивать. И этот анализ будет не актуален, если пациент сейчас болеет. В такие моменты этот тест не проводится. Но когда у нас есть сомнительные значения, когда мы не знаем, это диабет или это еще преддиабет, вот такой анализ мы, врачи, вам можем назначить. И, конечно, есть анализ на гликированный гемоглобин. Гликированный гемоглобин – это часть гемоглобина, который у нас есть всегда в общем анализе крови. Это клетки, которые перенозят глюкозу, переносят глюкозу, помогают ему попасть в клетку. И он показывает среднесуточное значение сахара за последние 2-3 месяца. Но никогда не равен показатель тому, что у нас есть на сегодня. Потому что сегодня у нас сахар может быть до еды один, после еды другой. А это среднее накопление сахара в крови за последние месяцы. Вот это основные методы значения. Конечно, более подробно это будет рассказывать врач, когда уже пациент придет к нему на этот анализ. Но мы должны знать, что вот такие методы обследования врач может назначить. Ну и, конечно, когда мы говорим про преддиабет, есть несколько видов преддиабета. Вот эта большая часть айсберга, которая скрыта под водой. И это нарушение гликемии, когда мы утром только видим нарушенный сахар, повышенный, но в течение дня он в нормальных показателях будет. Или это в течение дня все время сахар умеренно повышен, но еще не поднимается так, чтобы мы, врачи, поставили диагноз сахарного диабета. И вот опять-таки, если у пациента сомнительные результаты, вот такие пациенты, они нуждаются в более жесткой диете, они нуждаются в добавлении нагрузок. И этот показатель, он может и не перейти в цифры диабета. Вот это как раз для чего ваши группы самопомощи, они должны работать. Для того, чтобы количество пациентов с диабетом не имело осложнений, чтобы не увеличилось сильно много, а чтобы мы именно имели здоровую нацию. Ну и если мы говорим про цифры, конечно, без цифр никуда не деться. Я привела нормы сахара крови, это сахар крови и скапиллярный, но мы чаще говорим про венозную плазму, цифры венозной плазмы чуть-чуть повыше, но не превышают показатели тех, которые написаны здесь. Смотрите, когда мы говорим про анализ сахара крови, у здорового человека сахар крови натощак не будет превышать 6,1 из вены или 5,6 из пальчика. После еды, неважно, взяли мы из вены или из пальца, у здорового человека сахара останутся меньше, чем 7,8. Но когда вы проверяете глюкометр, у глюкометра есть небольшая погрешность, поэтому по показателям глюкометра, конечно, диагноз никогда не будет выставляться. И диагноз сахарный диабет мы будем выставлять, когда у нас есть несколько показателей. Это может быть сахар, это может быть гликированный гемоглобин, сахар может быть как до еды, так и после еды, но чаще всего идет двойная проверка, то есть по одному анализу не поставим, надо 2-3 раза подтвердить, есть повышенный сахар или нет повышенного сахара. И диабет мы будем выставлять тогда, когда сахар в крови больше, чем 7, а показатель сахара после еды больше, чем 11,1. Или когда мы случайно с вами пошли в лабораторию, проверили анализ, и у нас показатель показал, допустим, 12, 13, 15. Здесь уже не будет случайного определения. Это мы не можем сказать, что человек просто поел. Это все-таки показатели, которые очень сильно подтверждают сахарный диабет. И такие люди, они срочно нуждаются в консультации хотя бы семейного доктора, или, если есть возможность, консультация врача-эндокринолога. Ну и, конечно, смотрите, нельзя сказать про тех людей, которым надо проверять сахар в крови. Есть так называемые группы риска развития сахарного диабета. Во-первых, это люди старше 45 лет. Это люди, у которых есть избыток веса, то есть полные люди. А полных людей у нас в последнее время много. Это люди, в которых в семьях несколько человек болеют диабетом. Особенно здесь надо обращать внимание на подростков, которые тоже могут заболеть диабетом, если у них есть избыток веса. Те люди, которые мало занимаются физическими нагрузками, то есть которые ведут сидячий образ жизни или малоподвижный образ жизни. Те люди, у которых уже есть изначально повышение сахара в крови. Да, девочки, у которых был повышенный сахар во время беременности. Люди, у которых есть повышение давления. Люди, у которых есть нарушения со стороны холестерина. Да, и ряд других заболеваний, в частности, все сердечно-судистые заболевания, они могут привести к развитию сахарного диабета. Ну и что мы с вами можем сделать? Вы не медики. Поэтому мы говорим о том, что сейчас мы будем заниматься профилактикой. Опять-таки, с кем мы будем заниматься профилактикой? А мы будем заниматься с теми же людьми, про которых я вам сказала. То есть это любой человек старше 18 лет, если он имеет избыток веса или фактор риска диабета. Или это любой человек старше 45, даже если у него нет никаких других факторов, кроме того, что есть возраст 45 лет и старше. И вот здесь надо советовать, чтобы мы все с вами сдавали сахар в крови хотя бы один раз в год. Если мы с вами сдали сахар в крови, он в норме, значит, ничего страшного нет. Значит, диабета у нас нет. И так мы должны проверять сахар хотя бы раз в три года. Если у нас есть повышение сахара в крови незначательное, значит, врач будет давать рекомендации по питанию, по нагрузкам. И, конечно, у нас частота обследования на сахар в крови, она будет чаще. Мы должны проверить хотя бы один раз в год. Ну и есть так называемая оценка шкалы find risk. Можете ответить, что мне сейчас занято? Через час только позвонили. Если мы говорим про этот find risk, то здесь вот посмотрите, здесь табличка, она достаточно простая. Ее могут каждый проверить. Во-первых, надо опросить, а есть ли у пациента нагрузки физические, то есть ходит ли он пешком хотя бы полчаса. Если ходит, значит, у нас ноль баллов. Если не ходит, значит, два балла. А ем ли я фрукты или овощи каждый день? Если ем, значит, ноль. Если не ем, значит, опять-таки баллы добавляются. Принимаю ли я лекарства от давления? Есть ли у меня родственники диабетом? Есть ли избыточный вес? Вот эта табличка, она очень-очень простая. Здесь всего лишь, грубо говоря, 8 вопросов. И если мы на эти 8 вопросов получили меньше, чем 7 баллов, значит, риска диабета у нас нет. А если мы набрали больше 10 баллов, то риск диабета уже появляется как минимум где-то в 17%. А если еще больше, там, до 20 баллов, то здесь риск диабета уже 30%. И вот это количество, конечно, будет зависеть от того, сколько человек имеет нарушений. Есть повышенный вес, есть повышенное давление, принимают лекарства. Это все вот так называемая табличка «Find risk». Вот я думаю, что вам в своей работе вот эту табличку «Find risk» тоже очень хорошо использовать, потому что она покажет. А кому стоит сахар проверять часто? А кому не стоит рекомендовать сахар крови? Кому надо обратиться просто к медсестре? А кому надо будет бежать уже к семейному врачу либо к врачу-эндокринологу, если сахара будет повышенной? Ну и, конечно, определить диагноз мы можем только по мере в сахар. И вот по мере в сахар уже врач будет решать вопрос, а как его лечить? А надо ли его лечить или не надо его лечить? Ну и в сомнительных случаях, я уже сказала, проводится вот этот пероральный глюкоза-толерантный тест, когда пациент выпивает глюкозу, да, и при этом смотрится на показатели сахара. Он у меня в кабинете. В моем кабинете. Ну а вы можете с своей стороны что рекомендовать тем людям, которые попадают факторами риска, да? Мы говорим о том, что надо правильно питаться. То есть нельзя голодать, но при этом надо убрать по максимуму вот эти простые сахара. Сахар, мед, варенье, сладости какие-то, булочки сдобные, да? Потом, смотрите, мы говорим о том, что люди с избытком веса, они должны похудеть. Но опять-таки не так резко, чтобы сразу там и на 50%, да? Хотя бы потихонечку на 5%, да, снизить вес, на 10% снизить вес, уже не будет повышенного давления, уже не будет повышения сахара крови такого выраженного, потому что свое давление, оно, сосуды будут более разгружены, сахар будет не так сильно повышаться, потому что своего инсулина будет хватать. Это вот профилактика. Ну и, конечно, активность физическая, да? Каждый день надо хотя бы по 30 минут гулять или заниматься любой физической нагрузкой. И это будет в течение недели от 150 до 300 минут. Многие из нас могут это позволить, мы просто этим не пользуемся. Ну и, конечно, уже после всего этого врач будет рекомендовать медикаменты. Вы сами медикаменты рекомендовать не сможете, да? А врачи уже будут коррегировать даже при диабете медикаментами, если это будет требоваться. Но пока мы говорим про правильное питание, про здоровый образ жизни, про регулярные физические нагрузки. Ну и давайте немножко вспомним, чем отличается диабет, да? Когда мы говорим про диабет второго типа, который хорошо подвергается именно профилактике снижению веса, да, с правильным питанием, нагрузками. Есть диабет первого типа, когда не помогают те факторы, про которые я сказала, да? При первом типе диабета требуется именно инсулин. И без инсулина такой человек может очень быстро погибнуть. Чаще всего диабет первого типа появляется в детском, юношеском или в молодом возрасте. Но иногда бывает и у людей старшей возрастной группы, если человек худой. Полные люди – это, конечно, чаще всего диабет второго типа. Но количество таких пациентов с диабетом небольшое, не больше 10%. В нашем случае в Кыргызстане всего 2,5 тысячи больных с диабетом, включая детей. Поэтому это количество небольшое, против 71 тысячи, которое идет со вторым типом диабета. Ну и, конечно, так как инсулина своего нет, у пациентов с первым типом диабета симптомы появляются очень быстро. Они очень часто могут попадать к врачу в плане того, что идут острые осложнения из-за высокого сахара. Реже они попадают в течение первых нескольких месяцев. Но к врачу, пациенты с диабетом первого типа, они попадают достаточно быстро. И основные симптомы, конечно, это то, что человек пьет много, кушать много хочет, в туалет часто ходит, но при этом отмечает слабость, очень сильную усталость. И чаще всего человек худеет, потому что, еще раз говорю, клетка не может получить сахар. А раз клетка не получает сахар, клетка начинает тратить запас белка, запас жира своего собственного организма. Ну и, конечно, если мы померяем сахар в крови у таких пациентов, там будут высокие показатели гликемии. Когда мы говорим про диабет второго типа, вот здесь на картинке это практически классический пример пациентов со вторым типом диабета. Видите, семья. Изначально полные люди, у всех есть избыток веса, даже у ребенка. И это могут быть несколько поколений в одной семье. То есть наследственность. До 95% случаев у нас все-таки диабет второго типа. Кроме того, что это наследственность, это полные люди чаще всего. Те люди, у которых малоподвижное образование. И вот это здесь очень важно, чтобы мы вот это все отследили. Когда мы говорим опять-таки про развитие диабета, вот если вы посмотрите, я уже сказала, инсулин мы можем показать в виде ключиков так называемых, а клетка не воспринимает этот инсулин, потому что она заплыла жиром. Это часто идет у опять-таки полных людей. И иногда это бывает у тех людей, которые сами по себе много едят продуктов, которые содержат сахара. Это люди, которые получают лечение какими-то препаратами, которые не могут дать доступ сахара внутрь клетки. Ну и, конечно, это низкая физическая активность, курение, упадает старшая возрастная группа. Что еще вы должны знать про сахарный диабет? Важно знать о том, что у нас у всех есть инсулин. Но даже у пациентов, у которых есть инсулин, рано или поздно может этот инсулин заканчиваться. То есть снижается выработка этого инсулина. И все пациенты с диабетом в той или иной мере иногда будут требовать назначения инсулина. Это бывает, когда острая ситуация. Это бывает, когда пациент нуждается в стационарном лечении. Это бывает, когда операция какая-то предстоит. Поэтому любой пациент со вторым типом диабета, ему может потребоваться инсулин. Не надо бояться инсулина. Некоторым людям не назначается инсулин на постоянной основе. Многие люди после того, как мы снизили сахара врачи на инсулине, опять возвращаются к приему таблетирных препаратов. И только те, у которых уже нет своего инсулина, когда секреция заканчивается, а это часто бывает через 10-20 лет от начала развития заболеваний, вот только тогда они внуждаются, как и первый тип, в постоянном приеме инсулина. Но сейчас очень много разных препаратов, поэтому, опять-таки, назначение инсулинотерапии показано не всем. И это будет, опять-таки, решать врач, насколько это нужно, как долго это нужно, и какие дозировки пациент будет получать. Ну и если мы говорим про клинику при втором типе, то клиника не так быстро развивается. Многие люди годами могут ходить с незначительно повышенным сахаром, почему вот эта верхушка айсберга у нас мало, хотя 71 тысяча, да? И мы случайно определили сахар, вы могли определить сахар в своих группах самопомощи, да? Врачи могли случайно в профосмотре, он пошел к окулисту на снижение зрения, или женщина пошла к гинекологу, да, на то, что у нее какой-то воспалительный процесс, а там случайно определили повышение сахара крови. Человек даже не может знать о том, что у него есть высокий сахар, да? И это очень часто говорит о том, что диабет может идти уже в течение длительного времени, и, соответственно, у таких пациентов рано появляются осложнения, да? И надо знать о том, что эти осложнения могут быть, поэтому важно, опять-таки, добиваться нормы сахара крови. Ну и симптомы, если вы посмотрите, симптомы примерно те же самые, только они менее выражены. Нету такой резкой слабости, да, но все-таки сил не хватает. Потеря веса есть, но также бывает и прибавка веса. Но при высоких сахарах, если сахар очень сильно повышен, конечно, также сохраняется жажда, бывает частая моча и спускание. А что еще характерно? Медленно заживают раны. То есть если кто-то из ваших знакомых жалуется на то, что раны плохо заживают, да, или какой-то воспалительный процесс не проходит, да, это надо обратить внимание, в том числе померить сахар крови. Очень быстрая усталость, повышенная сомневость, апатия тоже говорит о том, что у такого пациента надо проверить сахар крови, потому что, может быть, это признак сахарного диабета. И когда у человека начинает мутнение зрения, бывает двоение, да, нарушение любой другие, тоже обязательно мы проверяем сахар крови, потому что сахар, когда высокий или низкий, зрение обязательно нарушается. Ну и по симптоматике, да, конечно, если мы говорим про все эти симптомы, очень часто эти все симптомы появляются, еще раз повторяюсь, у тех людей, когда возраст старший, да, чем старше человек, тем больше риска, что у него есть сахарный диабет второго типа, и, конечно, большинство из них – это люди с избытком веса. У людей, у которых нормальный вес, у них тоже может быть диабет, да, но это все-таки не всегда диабет второго типа, это диабет, может быть, какой-то другого типа. Ну и то, что я говорила, сравнение, да, между первым типом и вторым, чтобы вы тоже знали, чем они отличаются. Первый тип диабета чаще всего у детей, подростков, молодых людей, то есть возраст не старше 40, редко когда у людей старше возрастной группы, а вот второй тип, да, он может быть у детей, подростков с избыточным весом, да, но все-таки чаще это люди старшего возраста, да, это люди старше 45 лет, это пожилые люди, у которых своя поджелудочная железа уже мало вырабатывает инсулент. Наследствие при втором типе характерно, при первом не очень, заболевание при первом типе быстрое, при втором типе обычно малозаметное, да, вес при втором типе чаще избыток веса, но может быть и нормальный вес, а при первом чаще всего идет похудение, да, и, конечно, у нас нету специфических анализов, да, которые вы можете проверить, это для врачей, но там есть антитела определенные при первом типе, которых при втором типе нет, и при втором типе своего инсулина много, а при первом его недостаточно. То же самое, таблетки при втором типе помогают, а при первом типе нужен только инсулин. Вот это вы должны будете знать. Ну, а про лечение, давайте сразу отговарим тот факт. Лечение диабета назначается врачом. Мы с вами говорим про профилактику, поэтому я говорю сейчас про самоконтроль. Если кто-то из ваших знакомых или вы сами имеете сахарный диабет, очень важно проводить самоконтроль глюкозы. Вот этот самоконтроль глюкозы, когда вы проводите часто, да, врачу легче отрегулировать дозировки препаратов лекарственных, врачу легче отрегулировать ваше состояние, да. Почему бывают эпизоды высокого сахара, бывают эпизоды низкого сахара. Ну и, конечно, самоконтроль, он должен проводиться часто, потому что мы тогда можем вывести кривую сахара, да. Насколько этот сахар приближается к той норме, которая должна быть у нас с вами, у всех в обычной жизни. И если мы говорим о пятке сахар, в домашних условиях это определение крови глюкометром. Частота определения сахара в крови, она разная. При втором типе диабета, да, кому-то требуется один раз в день сахар померить, да, а кому-то требуется и 7,8. Да, это тоже будет подбирать врач в зависимости от того состояния, которое есть. У кого сахара хорошие, мы достигли целевых значений. Целевые значения у каждого пятки возраста разные. Кому-то мы цель можем поставить 7, а кому-то мы цель поставим и 10 сахара в крови, да. И вот если эти цели достигнуты, если нету сильно резких отклонений от этих целей, да, тогда мы с вами можем сахар контролировать немножко реже. А если сахар у пациента скачет, то 3, то 20, да, ни о какой цели здесь разговора сейчас нет. Это отклонения очень большие, да. И такому человеку желательно мерить чаще для того, чтобы мы, врачи, могли правильно подобрать дозировки лекарственных препаратов, да, или инсулин, или таблетированные препараты, или их комбинации. Ну и, конечно, обучение. Все пациенты должны знать о том, что они должны обращаться к врачу, чтобы их научили. А как правильно питаться? А как правильно делать инсулин, если он требуется, да? А как часто проводить контроль сахарокрови, да? Это нужно для того, чтобы не было осложнений от сахарного диабета. Это нужно для того, чтобы не было ухудшения течения других заболеваний при сахарном диабете, да? Чтобы при наличии или отсутствии эндокринолога пациенты могли сами справляться с некоторыми симптомами, которые встречаются при сахарном диабете. И поэтому, конечно, смотрите, нормы сахарокрови, да, гликированного гемоглобина, они разные. Но вы должны помнить о том, что вот среднесуточные значения, если, допустим, я поставила цель тень, да, у пациента утром сахар не должен превышать 7, но в течение дня он может достигать 9, максимум 10. То есть в течение дня у такого человека сахар должен быть от 6 до 10, примерно, да? А если я поставила пожилому человеку сахару, допустим, 8-9, да, натощак, в течение дня у него все равно должно быть всего лишь плюс 2, плюс 3 миллимоля, да? То есть не должен сахар превышать 11-12. Ни о какой норме сахара при сахаре 15-20 разговора не пойдет, да? То есть контроль сахара все равно должен быть, и должны вот эти показатели сахара в течение дня максимально быть привержены к этим. Но есть пожилые люди, совсем пожилые люди. Допустим, человек перенес инсульт, да, недавно, или недавно был инфаркт, или есть какое-то тяжелое вообще состояние. Здесь мы уже вот таких жестких целей придерживаться не будем, но самое главное в этом случае, чтобы не было резких колебаний, чтобы сахар не падал совсем там ниже, чем 4, да? Чаще всего мы говорим, что сахар пусть останется лучше в пределах 6-7, да? Но и при этом не повышался сильно, чтобы он остался в пределах не выше, чем 11-12. Вот эти значения для большинства пациентов, они будут нормы. А если человек молодой, если он недавно заболел, то, конечно, мы будем хотеть, чтобы у него сахар утром был в районе 4-4,5 до 6,5, семи не выше, да? И после еды не превышал показатель 8. Тогда мы говорим о том, что таких людей не будет осложнений от сахарного диабета. Ну и, конечно, мы как врачи должны научить, сказать цель, да? А пациенты должны этот самоконтроль проводить. Если пациенты самоконтроль проводят, мне, например, как врачу легче. Если пациент самоконтроль не проводит, я как врач мало что могу сделать, потому что от врача зависит всего лишь 5-10% от успеха. Все остальное все-таки нуждается пациент, чтобы контроль проводил сам пациент. Ну, конечно, пациент может проводить контроль, если он обучен и мотивирован. Ну, а теперь давайте поговорим опять-таки про питание и про то, что вы можете рекомендовать тем пациентам с диабетом или тем людям, у которых есть листья заболеть диабетом, да? Потому что рекомендации по питанию у нас одинаковые. Во-первых, если мы говорим про диету, диета – это состояние, которое нужно поддерживать всю свою жизнь. Поэтому нельзя сказать, что нельзя есть хлеб, нельзя есть что-то другое, да? Но нужно рассчитать количество, а сколько я могу съесть хлеба, а сколько я могу съесть сахара, а сколько я могу съесть других продуктов. И если вы посмотрите на картинку, да, то, конечно, основа нашей пирамидки, да, она будет составлять именно вот нижние, те продукты, которые содержат хлеб, кашу, макаронные изделия, но порции должны быть очень-очень маленькие. Дальше обязательно у нас в питании должно быть не меньше двух порций овощей, да? И хотя бы одна порция фруктов. У здорового человека количество этих порций побольше, да? Ну, это салаты, гарниры, да? И тогда вот за счет вот этого не будет сильно сахар повышаться. Кроме этого, мы должны в питании обязательно иметь белки, то есть молочные продукты, либо мясо, либо рыба, либо сыр, да? И, конечно, ограничивать даже здоровым людям, да, нужно сахар, соль и жирные продукты, особенно жиры животного происхождения, потому что от этого всего наш организм зашлаковывается, и от этого всего нашим организмам будет риск нарушения обмена веществ, в том числе развития сахарного диабета. А питание должно быть, опять-таки, регулярным, нельзя голодать, но при этом нельзя сказать, что что-то нельзя, потому что у нас, опять-таки, в каждом регионе свои предпочтения. Просто мы ограничиваем, в некоторых случаях ограничиваем очень-очень сильно. Например, смотрите, если в регионе, допустим, на рынке Сукуль, да, в питании много мяса, да, мясо, жирные продукты, да, то здесь, конечно, мы скажем, ты можешь есть мясо, но только порцию возьми не большую, а маленькую. Количество картошки не 10 тарелок, да, или там, а где-то несколько ложек, да, и вот это всё у нас пойдёт на более правильный питание. Можно сказать, что есть и блинчики, можно сказать, что есть и пирожки, да, но, опять-таки, можно съесть большую тарелку, а можно ограничиться одним-двумя блинчиками, да, или там съесть один пирожок, или там съесть две манты, да, вместо того, чтобы съесть тарелку там из шести-семи штук. Вот это будет правильная рекомендация. Ну и, конечно, нельзя считать сильно калории, потому что, ну, из практики моей как эндокринолога это необходимая вещь, но в реальной жизни трудноосуществимая. Те люди, которые начинают зацикливаться на калории, особенно если у них есть нормальный вес, да, трудно их посчитать. Мы поэтому говорим, лучше считать объём тарелки, да, и вот выбирать более маленький объём тарелки для того, чтобы не переесть вот эти калории, да. Ну и, конечно, те пациенты, которые получают уже изначально инсулин, да, желательно, чтобы они просчитывали количество хлебных единичек, которые специально выхаживают для того, чтобы у них не было нарушений. А опять-таки правило, да, нет идеального соотношения, сколько надо съесть белков, жиров, углеводов, да, но считается правильно, когда мы ограничиваем резкое потребление жирных продуктов, сахара, умеренно употребляем белки и сложные углеводы, то есть хлеб, крупа, картошка, и неограниченно употребляем овощи, да. Вот примерно вот такая пирамидка, да, или светоформы, сигнальный светофор. Вот посмотрите, что нельзя? Нельзя всё, что содержит масло и сахар, да. Ну и, конечно, сюда же относится алкоголь, потому что это тоже достаточно калорийный продукт, и когда те люди, которые злоупотребляют алкоголем, у них может быть как резкое повышение сахара, так и очень сильно снижаться сахар крови. Что можно? Можно практически все овощи в любом количестве, да, но белок, мясо, кисломолочные продукты, сыр, макароны, бобовые, фрукты, да, вот это количество мы должны уменьшить хотя бы на треть от того, что употреблялось обычно в течение жизни, да, и тогда вот эта более маленькая порция, она будет способствовать тому, что сахар будет повышаться, но не так сильно. А у тех пациентов, в которых ещё нету диабета, если, опять-таки, мы не будем есть много продуктов, которые содержат чистые сахара и сократим употребление хлеба, употребление круп, да, у нас тоже будет с вами повышение сахара незначительно, и это мы можем потратить за счёт физических нагрузок, например. Опять-таки, лучше кушать маленькими порциями и равномерно разделить эту еду на как минимум 4 приёма. В некоторых случаях мы даже говорим 5-6 приёмов, но это не значит, что 5-6 приёмов мы едим каждый раз, да. Яблоко съели – это приём еды. Стакан кефира выпили – это приём еды. И, соответственно, вот завтрак, обед, ужин плюс 1-2 перекуса – вот уже у вас будет как минимум 4-5 приёмов еды за сутки, да. И, конечно, лучше, чтобы еда поступала больше в первой половине дня, потому что к вечеру своего инсулина уже вырабатываться в организме недостаточно, и поэтому мы просто не сможем потратить те сахара, которые съедим, даже если это будет хлеб, да, и это всё у нас останется в виде лишнего жира, то есть оно будет откладываться про запас. На перекусы, конечно, количество еды, оно должно быть очень маленькое. Ну и ограничиваем мы соль. Во-первых, соль и вкусно. Во-вторых, когда мы говорим про ограничение соли, это мы делаем профилактику развития давления повышенного, да, и поражение почки, потому что даже в обычных несолёных продуктах, да, у нас уже есть около примерно 2 грамма соли. Ну, я уже сказала, алкоголь, конечно, тоже желательно исключить, либо резко ограничить, да, для того, чтобы не было риска гипогликемии, и из-за того, что он очень высококалорийный сидит. Для тех, кто хочет более подробно узнать, да, вы можете посмотреть в интернете или где-то есть так называемая табличка гликемического индекса. То есть даже те же самые продукты, которые содержат много сахара, как бы, да, но они при этом могут иметь низкий гликемический индекс, то есть плохо усваиваться, да, и в то же время, конечно, высокий гликемический индекс, он будет давать те продукты, которые вроде бы мы едим каждый день, например, хлеб. То есть он относительно низкокалорийный, да, ну или средний калорийный, но при этом он достаточно содержит много углеводов, которые будут повышать сахар. Поэтому, смотрите, здесь тоже мы стараемся выбирать, вот чтобы гликемический индекс был не очень большой. Те продукты, которые явно содержат сладости, опять-таки жирные продукты, много там фруктов, да, мы их будем ограничивать, потому что эти продукты для диабетиков нежелательны, или порция их будет совсем минимальна, да, но при этом понемножку кушать, конечно, все эти продукты можно и нужно. Ну и еще вот такая картинка, мне она очень всегда нравится, я на всех лекциях для врача ее показываю, поэтому решила оставить и для вас. Это примерно порция наша, как мы должны правильно есть. И как правильно есть, вы должны рекомендовать для своих знакомых, у которых есть диабет, либо есть риск развития диабета. Во-первых, большинство из тех продуктов, которые мы съедаем, должны составлять овощи. То есть примерно 50% это будут низкокалорийные продукты, которые на сахар практически не повлияют, да. Четверть тарелки будет составлять белок, мясо, рыба, яйца, как вы посмотрите на картинке, и только вот это четверть тарелки будет давать нам крупа, картошка, да, какие-то другие продукты типа хлеба. И тогда тоже повышение сахара крови будет, но оно будет небольшим. И вот это называется принцип здорового питания. То есть даже если мы с вами, не имея диабета, будем питаться так, это будет очень-очень хорошо. Ну и, конечно, очень важный момент – физические нагрузки. Физические нагрузки, они полезны практически для любого возраста, просто надо правильно их подобрать. Когда мы говорим про физические нагрузки, мы врачи обычно не разрешаем делать нагрузки, когда сахара очень большие или очень маленькие, да. Поэтому мы говорим, нельзя там ниже, чем 5 сахар, да, и нельзя когда больше, чем 14, потому что переносить такие нагрузки бывает тяжеловато. И когда мы говорим про нагрузки, конечно, наши пациенты и ваши знакомые, да, или вы сами, да, вы должны обязательно знать, что во время нагрузки, после нагрузки, да, особенно если это долго, например, нагрузка, ремонт дома – это тоже нагрузка. Генеральная уборка дома – это нагрузка. Работа в огороде – это нагрузка, да, это все требует контроля сахара до, да, и желательно во время, а также после выполнения этих нагрузок, да. Но кроме сахара мы должны посмотреть за давлением, да, потому что может быть скачки давления, может быть скачки сахара. А дальше, когда мы говорим про нагрузки, опять-таки нельзя давать нагрузки сразу большие. То есть вначале мы говорим по чуть-чуть, двигаемся там, пусть это первые нагрузки будут из расчета 5-10 минут, да, а постепенно, постепенно, постепенно мы будем увеличивать ходьбу, длительность ходьбы, мы будем темп ходьбы наращивать, мы будем там какие-то другие нагрузки добавлять, да, для того, чтобы наши пациенты, особенно старшая возрастная группа, не испытывали нарушения со стороны сердца, чтобы не было риска там прогрессирования атеросклероза, да, чтобы не было риска того, что у пациента может развиться там гипертонический кризис или инфаркт, или инсульт, да, но тренироваться и ходить, гулять нужно практически каждый день, то есть не меньше, чем 4-5 раз в неделю. Желательно, чтобы это было ежедневно, и еще раз говорю, постепенно, постепенно нагрузки будем увеличивать до 30-40 минут, кто может, может даже заниматься больше, чем час. Дальше, если нагрузки длительные, например, вы занимаетесь дома генеральной уборкой, перед выполнением нагрузки, да, обязательно надо покушать, нельзя выполнять нагрузки на голодный желудок. И также, если нагрузки длятся больше, чем час, да, желательно делать небольшие перерывы в нагрузке и при необходимости делать дополнительный перекус, чтобы не было риска гипогликемических состояний, когда сахар очень сильно быстро падает. То же самое, если вдруг появились неприятные ощущения, боли, головные боли, боли в сердце, головокружение, одышка, да, требуется нагрузки прекратить. Нужно будет прекратить нагрузку, померить сахар крови, да, рекомендовать, и после этого посмотреть по состоянию. То есть, если самочувствие хорошее, сахар хороший, через какое-то время к нагрузке можно вернуться. Если сахар низкий, либо давление низкое, конечно, нам надо будет прекращать. И если кто занимается спортом, да, для того, чтобы не было риска травм со стороны ног, обувь, опять-таки, должна быть правильной, потому что мы боимся, чтобы не было натертости, опрелости, мозолей, да, поэтому обязательно следим, чтобы в обуви не было никаких посторонних мешать, чтобы обувь была удобная, да, более мягких моделей, чтобы не была повреждена стелька, да, чтобы, опять-таки, не было дополнительного риска травмы. Вот это вкратце у меня практически всё. Ну и для пациентов с диабетом я ещё оставила два слайда, как часто надо обращаться к врачу, как часто врач вам может рекомендовать те или иные обследования, потому что не всегда нам надо обследование делать прям каждый месяц, да. Вот смотрите, самоконтроль глюкозы желательно проводить практически ежедневно, в некоторых случаях несколько раз в день, в некоторых случаях один раз в день, да. А если пациент получает инсулин, ему требуется самоконтроль чаще, пациент, который получает таблетки, ему самоконтроль можно проводить немножко реже. Гликированный гемоглобин, вот этот среднесуточный показатель сахара за последние три месяца, желательно проверять хотя бы один раз в три месяца. Но те пациенты, у которых хорошие показатели сахара, хотя бы раз в полгода. Во всех регионах республики, да, сейчас есть анализаторы на гликированный гемоглобин, да. Если у вас анализатора нету, значит, надо спросить, а где он есть, да. И анализ хотя бы один раз в год можно получить бесплатно, да. Надо просто правильно обратиться к врачу, чтобы этот анализ вам взяли и сделали. А дальше обязательно мы проверяем давление. И давление вы смотрите дома, мы смотрим у врача на приеме, да, это вот чтобы не было повышенного давления. Проверяем анализы на холестерин, проверяем анализы на белок в моче. Обязательно должен посмотреть окулист, для того чтобы не было осложнений со стороны глаз. Обязательно должен посмотреть невропатолог, чтобы не было повреждений со стороны ног. При необходимости мы делаем кардиограмму. Людям старше 40 лет это обязательно. Молодым, ну хотя бы там раз в год или через несколько лет после развития диабета обязательно тоже. И так как есть очень часто присоединение сопутствующих инфекций, мы говорим о том, что требуется рентген. И так как очень много возникает споров по поводу того, почему не ложат в стационар, я тоже оставила для вас специально. Когда мы врачи направляем в стационар? Сейчас сахарных диабетиков, пациентов с диабетом, не направляют просто так профилактически в стационар. В стационаре нету коек. В стационаре ложат только тяжелых больных. Эти тяжелые больные идут когда? Во-первых, очень высокие сахара. Есть риск осложнений, кетоацидоза, других осложнений, связанных с высоким или с низким сахаром. Или когда впервые какое-то осложнение появилось. Вот когда это появилось впервые, когда раньше не было, хоть с глазками, хоть с почками, хоть на ножки язва, тогда в стационар надо лечь. А вот если это давно, например, язва стопы у диабетика может доживать годами. Пациент ведь не будет лежать в стационаре год. Это амбулаторное лечение. Он получил курс лечения, потом идет на долечивание к домашнему доктору, к эндокринологу, к семейному врачу, к хирургу по месту жительства. И дальше врачи семейные наблюдают, смотрят. Если только ухудшает состояние, тогда кладут в стационар повторно. То же самое касается проявлений других со стороны диабета. Например, когда есть инфекция или когда нарастает сердечная недостаточность или когда идет резкое ухудшение зрения. Вот тогда мы отправляем в стационар. Все остальные пациенты, они наблюдаются дома. И все остальные пациенты, они нуждаются в самоконтроле. Вот это вкратце у меня все. Вот этой картинкой я хотела сказать, что у нас есть резолюция по сахарному диабету. Мы всегда тоже говорим. И весь мир, учитывая, что у нас диабет пандемия, а не эпидемия даже, и количество больных во всем мире сейчас больше, чем практически 500 тысяч где-то, наверное, у нас больных диабетом. Конечно, вот резолюция ООН – одна единственная из неинфекционных заболеваний, которая принята по диабету. Все остальные у нас резолюции – это инфекции. Когда весь мир обязан стремиться к тому, чтобы эпидемия диабета была не такой выраженной. Поэтому спасибо вам за внимание. Если какие-то вопросы есть, я готова на них ответить. Спасибо. Благодарю вас, Наталья Николаевна. Очень-очень интересно было. Вы высоко профессиональный специалист. Очень много полезного. Спасибо большое. Перед тем, как коллеги будут задавать вопросы, у меня вот такой вопрос, который волнует, наверное, многих. Смотрите, сейчас очень много генетически модифицированных продуктов. Насколько они концентрированы и насколько они приносят вред здоровью человека? И что нужно делать пожилому человеку, когда это влияет на расстройство организма и повышение риска сахарного диабета? Спасибо. Не знаю, смогу ли я ответить полностью правильно, потому что достаточность каких-то наших препаратов, что целиакия, что непереваримость лактозы – это все может влиять на развитие диабета как такового. Но это будут другие типы, их все-таки достаточно редко. Чаще всего у нас второй тип диабета, причина к этому не будет приводить. Это неправильное питание, это малоподвижный образ жизни, это наследственность. А если мы говорим про вот эти генмодифицированные продукты, конечно, сейчас мы отследить, наверное, это с вами не сможем, потому что эти продукты не так давно внедрились на рынок, и у нас в Кыргызстане все-таки их не так много. Это, скорее всего, можно будет отслеживать через поколение, когда уже будут дети, рожденные от матерей, которые употребляли эти продукты. И вот тогда, скорее всего, у нас будет рост других типов, генетических типов диабетов. Но, на мой взгляд, я думаю, что вот такой мы уже будем какие-то модифицированные диабеты, так называемые моди-диабеты, которые сейчас уже начали проявляться, но пока еще такого большого всплеска нет. Но, по крайней мере, в моей практике, опять-таки, если раньше моди-диабетов было мало, то сейчас появление моди-диабетов, оно встречается с каждым годом все чаще и чаще. А по поводу пожилых людей, у пожилых людей диабет развивается вне зависимости от того, будет он употреблять генмодифицированные продукты или не будет употреблять генмодифицированные продукты. Здесь есть риск того, что сама по себе поджелудочная железа, она, будем говорить, обладает свойством уменьшения выброса вот этого инсулина в силу возраста. И у пожилых людей мы ставим норму даже сахара другие. Те люди, которые находятся совсем в возрастной группе старше, мы не ставим норму сахара 5,5. Мы говорим, для вас сахар 7 – это норма, возрастная норма – это не диабет. И таким людям, опять-таки, мы не будем стремиться к тому, чтобы сахар у них снижался до 7. Мы будем говорить, там 11-12, сахар – это норма. Поэтому в этом плане мы будем следить, чтобы у этого пациента качество жизни оставалось хорошим. И потом уже дальше будем наблюдать. Да, спасибо большое, Наталья Николаевна. Однако мы картофель уже лет 15 модифицированно едим в Кыргызстане. Когда-то он был завезен с Голландии, уже перемешан. У нас ряд сельскохозяйственных фермеров уже внедрили это в страну. Все-таки надо как-то нам исследовать, изучать этот вопрос для того, чтобы не ухудшить еще больше состояние здоровья человека. Спасибо огромное, Наталья Николаевна. Пожалуйста, коллеги, у кого есть вопросы. Можно включить микрофон, можно написать в чате, можно поднять руку. Пожалуйста. Я так понимаю, что вопросов нет. Ну что ж, тогда я благодарю Наталью Николаевну, и мы ждем от вас новые тематики, по которым мы будем приглашать следующих специалистов по вашему интересу. Я хочу сказать, что... Да, пожалуйста. Светлана Николаевна, а по поводу глюкометров можно спросить? Ну, я думаю, это после встречи уже, тем более у Юли уже информация есть, она разговаривала с Натальей Николаевной. Все. Тогда все. Да, и уважаемые коллеги, хочу сказать, что в записи у нас есть этот материал, он вам будет предоставлен. Кроме того, мы практикуем на YouTube информацию в рамках нашей программы, и есть у вас возможность задавать вопросы еще и вот на наших страничках. Пожалуйста, не стесняйтесь. И в следующий раз, когда вы будете подключаться, пожалуйста, когда говорят лекторы, вы выключайте микрофон, выключайте видео, потому что вот некоторых мы прям все видели, как вы в машине едете там, чем-то занимаетесь. Пожалуйста, выключайте для того, чтобы у нас все внимание было на презентацию и на презентаторы. Спасибо большое коллеге. И вот мы ровно за час закончили, и следующая наша лекция уже в течение апреля будет проведена. А вот какую тему выберете вы, мы посмотрим чуть позже. Пожалуйста, пишите, мы на связи. Спасибо большое всем и до свидания. Спасибо большое, доктор. До свидания. Спасибо, Наталья Петровна. До свидания. До свидания. До свидания. Всем здоровья. Всем здоровья.